Привет всем! Сегодня у нас на обзоре игра Хастл Кастл, то есть замок Хастл, или как его назвать правильно, а фантазийное королевство. Итак, милорд, повелитель бездны захватил королевский замок. Король и его дочь, ваша невеста, в плену. Скорее, освободи их, для этого связись с армией врага у стен замка. Атаку! Какой-то дракон вообще слабенький, да? Вот так вот. Вот мы, получается, прорвались в замок. Ничтожество! Узрите мою истинную мощь! Ого! Повелитель бездны использовал запретную магию, войско исчезло, король и его дочь тоже. Это грязное чудовище хочет казнить короля, а меня взять в жены. Фу! Вы вообще собираетесь меня спасать? Ваши люди умрут в темноте, а принцесса Оливия станет моей женой. Сэр, вы должны спасти свою невесту и короля. Я помогу вам собрать армию. Первым делом нужно починить казармы. Строительство требует времени, но у нас его нет. Ускорим дело при помощи магии. Вот казарма. Угоряем ее. А, превосходно! Теперь начнем готовить воинов. Отправьте свободного подданного в казарму. Так, подданный, ты чего? Не хочешь слушаться? Вооружите ваших воинов, сэр. Амуниция. Лук. На складе найдется экипировка и для второго бойца. О, он же рабочим был, да? Будет воином. Воины готовы преследовать повелителя бездны. Он не мог уйти далеко с таким количеством пленных. Идем на карту. Нас везли через лес, где полно тварей, от которых воняло сильнее, чем от наших бойцов. Это точно Орочий лес. Или Орочий лес. Вот, у нас получается здесь 14 миссий. Ничего себе. Лагерь военнопленных. Яблоки нужны, это типа пища для боя, да? А вот и лагерь. Ну, как видим, наши бойцы сильнее. По-другому, я думаю, и быть не могло. Победа! Новый житель. Два новых жителя даже мы освободили. В принципе, идем домой. Надо подлечиться. Приедеть жителей. Вы спасли нескольких людей из своего войска, милорд. Теперь у вас больше подданных. Нужно укрепить замок для дальнейшей борьбы. Первым делом построите столовую, чтобы жителям хватало еды. Так, столовая. Мы должны торопиться. Ускорьте строительство, такая возможность есть всегда. Отлично. Теперь можно поселить в замок спасенных из пленоподданных. Вот они. Будешь у нас поваром в столовой, да? Назначить человека в казну, чтобы получать больше золота на постройку и улучшение помещений замка. То есть, девочку мы поваром сделали, да? А этого парня казначеем. Теперь, когда жизнь в замке налажена, вам стоит вернуться к командованию войсками, милорд. Сэр, мы идем по следу похитителей... А, по следу похитившего вашу невесту, поведителя бездны. Я это помню. У нас же всего их двое пока опять. А, необходим третий уровень казармы для того, чтобы третьего нанять воина. Ну что? Ого, они уже сильно как бьют, видите? Ну просто у них изначально жизни поменьше. О, он лечится, да? Как это он лечится? А, мы никого не спасли, только получили золото и сундук. В этой битве мы захватили сундук с ценностями. Сейчас он на складе, посмотрим, что в нем. Открываем. Меч. Монетки. Еда. Хорошо. Милорд, чтобы улучшать помещение замка, дальше нужно усовершенствовать тронный зал. А зал такой, чей-то трон, как в игре, в фильме, там, Война Престолов или Игра Престолов. Вы управляете замком великолепно. Помните, ваши деяния всегда будут достойны вознаграждения. Постройте столовую, забираем награду. Милорд, я рассказал вам все, что знал о ведении хозяйства замки. Дальше вы отлично справитесь сами. А мы с Дональдом Прославленным будем неподалеку и всегда поможем, если вдруг что-то пойдет не так. Удачи, милорд. Так, нам теперь нужно построить погреб, необходим для хранения еды, произведенной вашей столовой. Так, так, так. Оттвердить. Так, давайте построим все-таки погреб. Монетки пока есть. Погреб нужно строить где-нибудь возле этого, возле столовой, да? Для того, чтобы носить недалеко было. Можем его ускорить. Пока бесплатно. А, и что дальше? Давайте, может, все-таки улучшим казарму? Нет, ладно, заберем награду сначала. Дальше, следующее задание. Улучшите столовую до второго уровня. Затем, одержите победу в точке дорога отчаянных в Орчем лесу. И улучшить казну. Хорошо, давайте все-таки столовую пока улучшим. Как ее улучшать? Ага, улучшить. Пять минут, пока мы там будем разбираться, пускай улучшается. А сами пойдем на карту, повоюем. Поля на сражении. Так, а что это здесь вообще? Мощь отряда противника почти такой же, как и у меня, видите? У меня 253, у него 2079. Ну, надеюсь, все-таки я выиграю. Там тоже уже лучник. Ничего себе. Ха, попал. Ну, пока мне все хорошо. Думаю, так будет не всегда. Ненавижу орков. Они убивают и грабят людей. Но хуже всего тот, что они сморкаются себе в руку. Брррр. Разведка докладывает, что они собрались помешать нам преследовать повелителя бездны и ждут нас на дороге. Хороший повод избавить мир от нескольких из них. А что это у них? А, типа настроение, да? А здесь что это такое? Монетки, наверное. Ох, газло тоже монетки нам принес. Так, а для того, чтобы открыть сундук... Не нужно там время ждать. Фартух или что это? Костюм повара. Прикольно. А как одеть и меч... А меч, подождите. 200 урона в секунду. Еще при атаке шанс восстановить здоровье и так далее. Так, а давайте... Вот повара у нас, да? Как ее... А, можно же ускорить. Вот, да, хорошо. Как ее переодеть? А, вот. Надеть. Ого, вот, класс. Смотрите, красиво как. Здорово. С этим разобрались. И забираем награду свою. Милорд, сейчас ваши бойцы дерутся как дети, размахивающие подобранными палками. Чтобы научить их использоваться оружием, нам в замке нужна тренировочная бойцов. Давайте построим, пока есть ресурсы. Вот она, тысяча монет, ничего себе. Ладно, строим. Опять бесплатное ускорение. Хорошо, уже второй уровень. На третьем нам будет доступен третий боец. Поместите бойца для тренировки. Ну, давай. Иди, боец. Ура! Почему он так сам бежит туда? Ладно, мы построили. Забираем свою награду. Милорд, строительство тренировочных бойцов в замке завершено. Теперь вы можете отправить туда бойцов для повышения их мастерства. Награду дадут в какой-то доспех крутой, да? Четыре тысячи брони. А, здоровья и брони куча. В принципе, я же так его уже отправил. А могу еще бойцов. Кстати, вот там денюжка. Двоих можно одновременно? И еда. Почему ты не тренируешься? Так, а ну-ка, а ну-ка. А, все, мне дали уже приз. Нет, не дали. Сейчас, что в магазине у нас новая сокровищница. А, ежедневный сундук. Вот оно что, класс. Давайте откроем. Какие-то очки. Ага, это очки для казначея. Класс. Так, можно сундуки открывать бесплатно с едой и золотом за просмотр рекламы. А это гоблин помощник. И так далее. Это все за... За монетки, в общем. За кристаллы. Так. Давайте. Принем. А те... Почему на нем оно не прорисовалось? Надеюсь, больше все-таки будет. Ладно. Идем дальше по заданию, по основному. Так, хищные заросли. Ой, а мои бойцы, получается, тренируются? Я сам не пойду. А, получается, вот, видите, когда они заканчивают тренироваться, вот появится такая надпись «Боец повысил параметры», да? Давайте теперь их... Подождите. Теперь убираем. Потому что они не могли драться. Все. И идем теперь на карту. Я так понимаю, если мы из игры выйдем, то лучше оставлять их, наверное, тренировочной. А здесь уже три орка. Ничего себе. А почему не полным отрядом? А где моя помощница золотая? Почему она не хочет со мной на пару идти? О, все, вдвоем. Отлично. Немного показатели у меня увеличились, потому что уже пятого уровня у меня бойцы. Лучше брони стало. Видите, как я подскочил в губу. Навалял им. Ну и сам при этом чуть не погиб. Жизни маловато осталось. Опять сундук. Мне бы новых людей побольше. Устроившие нам засаду орки получили по заслугам. Отличная битва, сэр. Нет уж, спасибо. Так, еды собрать можно. Монеток. Так, и вот оно, новое задание. Выполнено, да? Так, и можем забрать приз. Так, нужно открыть 10 сундуков. И выполнить еще одну битву. Ну, завершить. Так, сундуки. Открываем. Там нам броню какую-то обещали. Опять для повара, слушайте. У меня ж такое уже было. Хорошо, что не нужно время. Так, а это лучше, чем хуже. Интересно. Сейчас проверю быстренько. А ну-ка, девочка. Мария. Так, у тебя что? 109,45. А здесь 116. Хорошо. А этот... 167 еды добывает. Наверное, как и тот же, да? Скорее всего. Можно, в принципе, проверить. Нет, 133, видите? А этот 167. То есть, этот лучше. А как разобрать, интересно? А... Получите какие-то кристаллы? Ну ладно, разобрал пока. А для чего кристаллы? Для создания предметов. Ясно. Ну, пока проверил, раз и хватит. Так, пособирали все, что нужно. И почти еще одно задание выполним. А пока что добыча. А, ну это... Все... Не то. Нам нужно казарму как-то улучшить. Где казарма? Это не то. Как мне казарму улучшить? В данной комнате... А, получается, третий уровень тронного зала требуется. Вот, тронный зал. Давайте его улучшим. 10 тысяч монет. Ага, пока здесь не могу. Ясно. Поэтому пойдем дальше орков бить. Ого, их уже четверо. Не знаю, не знаю, получится ли их одолеть. О, бах уже. Ничего себе. Пока здесь как-то все. Ага, все-таки, видите? Мои разрулили. Фух. Провезло. У них уже в общей сложности было жизни больше, чем у меня. Сэр, разведчики видели у орков в лагере впереди платок. Они думают, это платок вашей похищенной невестой Оливии. Какой ужас. Я обронила его. Вы должны забрать его у этих тварей. Должны. Да. Кто о чем... О девочке, о платках. Так, с этим разобрались. И задание. Получается, дорога отчаянных. Вот она. Вот эта броня, которую мне обещали. Сэр, наши войска в плохом состоянии. Бойцы не помнят воинских устав и отрастили животы. Пора отправить их на тренировку в тренировочные бойцы. Иначе они не то, что принцессу не спасут, а их самих спасать придется. Так, подними двум воинам навык бойца до шестого уровня. Давайте их отправим опять сюда. Вот так вот пускай бегут. Пока я подожду. А пока они тренируются, у нас еще одно выполненное задание. Получается, одержите победу в любых сюжетных точках игры вторжения. Пять штук. И забираю награду. Так. Улучшить казну еще нужно. А это, подождите, ежедневные. А это... В общем... Давайте пока казну тоже улучшим. Сколько это стоит? 400 монет. Пускай улучшается. Так, и сундук еще один открыть можно. Ух ты, какая-то... Экипировка скаут. Это, наверное, для нашей... Для лучницы. Да, там написано тип лучник. Хорошо. То есть, получается, у нас сейчас будет новая броня. Для воина. Вот она. Так, у него было брони 2929. А это броня 4000. Одеваем. Есть такое дело. Теперь наша Оливия. У нее 1490. А здесь 1900. Тоже одеваем. В общем, пока вроде все хорошо, да? Так. Ты там махаешь своей палкой? Вот. Видели? Они почти уже потренировались. Вот у них уже уровни. Теперь их отсюда забираем. Эй. Как их забрать отсюда? Не хотят уходить. Все. И можем идти дальше, да? А вот выполнено на задание. Получаем еду. Золото. Отлично. Теперь эти ребята больше похожи на воинов. И знают, с какой стороны нужно браться за меч. А, так. Одержите победу в точке магии или смерти в ворочном лесу. Еще лучше будет у нас тип... Ну, броня для лучника, да? Идем. Ох ты. А, ну у нас брони стало больше намного, то есть... Теперь можно уже не бояться. Там видно что-то в этом шлеме? Да, его бьют, бьют, видите? А ему почти по барабану все. Отлично. Так, опять монетки, сундук и платочек, да? А впереди очень сильный враг, сэр. Постройте тренировочную и натренируйте бойцов. Убедитесь, что у них самое лучшее оружие и доспехи. Так, для начала открываю сундук. Ого, а что это? Клещ, держи крепче. Добыча ресурсов в час. Получается, нужно поменять... Вот здесь. Там 28, здесь 32. Ну, немного и больше, но все равно берем. Так, дальше. Я это не выполнил, нет? Нет. Может, все-таки попробовать в таком составе пойти повоевать. Давайте попробую. Пройдено... Ага, вот. Ну, там вот один этот босс всего лишь. У него жизни меньше, чем у меня. Давайте я попробую все-таки. Какой-то он мелкий, вы видите. Да ну. По-моему, он попал. Все. А вы боялись. Так, мы, получается, двоих новых жителей освободили. Куча золота и хороший сундук получили. Неплохо. Вы побить воины. Грава, вы пожалеете. Скоро граф показать вам свой лучший удар. Удар головой. В общем, ясно. Пускай жалуются. Давайте откроем сундук. Ох ты, какой крутой лук. Хорошо. Так, и нужно наших воинов определить куда-нибудь. А куда их определить? Давайте девочку, может, все-таки сюда вот. Я, правда, не знаю, что это. А, сейф. Сейф. Или, может, тоже ее на кухне. Я не знаю даже. Так, парень, а ты у нас... Пойдешь куда? Ты, наверное, тоже воина будешь. Хоть ты и четвертого уровня. Так, а для чего бойца для тренировки? Может, мы его все-таки потренируем? Ты ж... У нас воин будешь. А пока я, получается, лучше этот лук поменяю на... Тот, что было, Тарас. А этому, кстати, бойцу могу дать меч. И броня... Так, слабенькая. Это получше. Вот, у меня уже три воина. Ну, правда, пока я в бой не могу взять, да? Так, улучшите казну. Улучшил. Хорошо. Какие задания еще будут? Получается, нужно один всего лишь сундук осталось открыть. И тронный зал улучшить. Но его же 10 тысяч лучше стоит, по-моему. О, а сейчас нам бесплатно дают... Нет. Ну, давайте все-таки купим. Ого, целый час. Да, ну это долго. Ладно, пока пойдем повоюем, значит. У нас осталось совсем немного времени нашего обзорного. Так. О, а почему их двое? Подождите. Почему их двое? Ты куда пошел? Ура, ура, да? Так, а ты? Может, ты на кухне поработаешь, не? О, золота вообще нет. Слушай, не, наверное, ты все-таки пойдешь лучше в этот... В казначейскую. Я передумал. Казначейскую я тебе еще даже... Как тебе словить? О, монетки первые. Вот ты пришла, и будешь помогать казначею. Так, как же тебя одеть? Вот. Все, хорошо, работаешь казначеем. Помощником казначея. Так, они спать хотят. Теперь можем идти на карту воевать. Вот наши вдвоем. Там четыре противника. Там маги, лучники. Смотрите, они сейчас меня еще прибьют. Нет? Ну, пожалуйста, не надо. Не надо. Вот так вот, хорошо. Нужно тренироваться. Так, пятьсот монет. Сундук. И сейчас я получу приз за сундук. Сэр, платок вашей невесты теперь у нас. Только орки порвали его. Мерзкие животные. У меня теперь не будет аппетита целый час. Открываем сундук. Обычный для скаута. Такой у меня уже был. И теперь вот, получается, задание ежедневное выполнил. Гляну теперь, что же в нем. Может, что-нибудь редкое выпадет. Ну, латы тяжеловес. Обычные латы. То есть, я, в принципе, могу теперь... А, вот он, видите, уровень поднял себе. Хорошо. Третьего только, да? А те бойцы у меня уже... Шестого. А, нужен четвертый уровень для этих лат. Хорошо. Так, ну что ж, друзья. Наверное, сейчас последний бой проведу. Надеюсь, я его смогу выиграть. Притык, видите, жизни. На этом можно будет первый обзор наш завершать. Игра прикольная, как бы мне нравится. Ну, как бы, все зависит от вас, от ваших пожеланий. Если она вам понравится, если вы ее поддержите, то я ее буду продолжать записывать. Как бы, если нет, то один обзор, как бы, как обычно, провел. И на этом хватит. Ну, пожалуйста, не погибай. Вот, здорово. Сундук, монетки. Дорогая, пора познакомиться с моими родителями. Ха-ха! Вы видите, что происходит? Почему вы не спасаете меня? Сэр, предлагаю совершить атаку на укрепление врага впереди, чтобы успокоить принцессу Оливию. Да, я тоже предлагаю, но только у меня не хватит пока сил. Ох ты, счеты. Плюс 120, класс. И меч, это для... Для чего меч, подожди? Для воина. Прикольно. Получается, скорее всего, Казначей нужен уровень будет, да? Чтобы одеть счеты. Ага, нет, нормально, одел. А меч, подождите, сколько у моего атака? 174, а у этого 264. Класс. Ну, не знаю, видите, как, в принципе, я их переодел. Может, действительно стоит попробовать... Совершить атаку вот сюда. Но они... Не, но они не сильнее все-таки. Ладно, давайте пробовать. Лучше бы, конечно же, сюда втроем было идти уже, но... Мне дали хорошее оружие, как бы, я... Благодаря этому все-таки уверен в себе. Ай, ай, сейчас меня прибьют, смотрите. Не надо, не надо, пожалуйста. Будь умничкой. Фух. Надеюсь, он потом оживет. Да, видите, ожил. Все-таки его раненого с полюбой забрали и вылечили. Как жаль, было бы, если бы он умер. Так, поварешка. Класс, смотрите. И добыча ресурсов в час. Вот еще. Вообще отлично. Супер просто. Подарки. Так, одеваю на нашего персонажа, вот. Теперь у него вообще. Тут 120, тут 64. В общем, круто. А поварешку мы нашему повару, да? Вот, тем более у него ничего такого не было. И тут 167, и тут 183. То есть потихоньку наших персонажей всех улучшаем. Так, ну теперь точно, друзья, все. А, сейчас еще заберу эту награду. Вот так вот могу улучшить. А, вот этого персонажа. Давайте наших бойцов тоже сюда отправлю. Они там втроем поместятся, интересно? Ага, видите, не поместятся, скорее всего. Да, нужно будет расширять ее. Зато я могу нашей девочке этой... Нет, девочки, девочки. А, поменять. Куртку. Все, теперь она будет уже круче. Все. Монетки собраут уже, их сколько. Буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилось. А если это так, то поддерживайте это видео своими лайками. И подписывайтесь, для того, чтобы не пропускать наши новинки. Пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok